Всем привет! Сегодня нахожусь в Николаеве. Впервые здесь, давно хотел приехать в этот город, а сейчас еще появился хороший повод. Владельцы судостроительного завода «Океан» пригласили на экскурсию на предприятие, посмотреть, как выглядит изнутри украинское судостроение. Конечно, отличный шанс. Естественно, им воспользовался, потому что очень люблю заводы, очень люблю производство. Василий Николай Капуцины предложили посмотреть, как выглядят изнутри цеха, доки, как стоят суда. Сейчас я вам все это покажу, а также поговорим о перспективах и проблемах судостроения. Здесь довольно сложилась непростая ситуация. По словам собственников этого завода, сейчас здесь по факту происходит трейдерский захват этого предприятия. Причем россиянами, то есть людьми, бывшими владельцами этого завода. А бывший владелец завода «Океан» это российский олигарх Юсупов, который еще и человек приближенный к Кремлю. То есть это не просто крупный бизнесмен, это человек, который раньше даже был в правительстве России министром энергетики РФ. И вот этот человек долго владел заводом, он его банкротил. А сейчас люди, связанные с ним, аффилированные с этим олигархом, они фактически парализовали его работу. Причем они это делают с помощью украинских правоохранителей. Ситуация абсурдная. То есть получается, что гражданин страны-агрессора, с которой мы воюем, сейчас атакует фактически стратегическое украинское предприятие. И, конечно, эта ситуация однозначно требует огласки, однозначно требует реакции украинских властей. Сейчас мы пройдемся по заводу, покажу, как тут все выглядит. А дальше пообщаемся с собственником, который расскажет о том, что сейчас здесь происходит. Мы находимся на буксире, который стоит в сухом доке. Длина дока 360 метров, ширина 60, глубина 20. Вот за мной торцевая стенка и производственный цикл. А впереди меня река. Вот это судно Sigma. Это судно уже на воде, предъявляется заказчику и в ближайшие дни будет уходить. Произведен ремонт на больше чем 350 тысяч долларов. А что это за судно? Это частное судно, да? Да, это европейский судовладелец, с которым у нас личные длинные отношения. Несмотря на арест, нам удалось его привлечь и прогарантировать собственной репутацией, что ремонт будет сделан вовремя и качественно. А судно уходит, не рассчитавшись, 70% стоимости заказа. Остальные 70% в течение полугода судовладелец выплачивает. Вот почему эта отрасль, такая капиталоемкая, она требует финансовой поддержки государства. Если государство заинтересовано давать рабочие места, получать налоги от этой деятельности. Это судно Marshall, которое пришлось достраивать в Турции, но полностью силами украинских специалистов. Только из-за того, что судостроительные мощности то в арестах, то в каких-то конфликтах, невозможно получить финансирование банковское. Банки финансируют только там, где стабильно, прозрачно и безопасно. Это наше собственное судно, которое мы достраивали по украинскому проекту из украинских комплектующих в Турции. Вот можно посмотреть современнейшие системы судна 2017 года постройки. Кстати, самый современный и мощный буксир-кантовщик на Черном море. 5 тысяч лошадиных суд. Это судно Modulus турецкого заказчика. Было поднято плавдоком, разрезано ровно посередине и сделана ставка 24 метра, что позволило увеличить его грузоподъемность на тысячу тонн. Через месяц это судно будет сдано заказчику. Почему турецкому заказчику выгодно работать в Украине с Николаевым? В Николаеве нет очередей. Турецкий заказчик не размещает в Турции свои заказы, потому что там есть очередь. Настолько большой объем заказов для модернизации старого флота, ремонта старого флота, что вынуждены турки из Турции приходить в Украину. Это хорошо. Это очень сложная работа, она дороже стоит, но мы все равно дешевле. И в силу ареста мы потеряли три таких еще в серии. Потому что у судоводельца 5 пароходов, два мы успели сделать. Сейчас просто мы его подняли раньше ареста. Полгода необходимо для подобной модернизации. У нас недополученный, вернее, отказных контрактов еще на три подобных модернизации. Из доков переходим в цеха, где производят комплектующие, в том числе детали корпусов. Кругом здесь стоят просто огромные станки. Вот честно говорю, раньше уже доводилось бывать на самых разных производствах, но таких больших станков лично я еще не видел. Есть такие детали, как килевая часть судна на днище, или носовая в корме. Очень много гнутых деталей. Поэтому этот станок позволяет самые сложные детали изготавливать. Из толстого материала, когда есть необходимость ледовое подкрепление делать. Или другие вещи, допустим, огромнейшие емкости для нефтехранилищ. Вот точно такой же лист загибается. Нижние слои из толстого материала, а потом с высотой все меньше и меньше. Кстати говоря, на заводе «Океан» делают не только суда, но еще и много всего другого. Например, тут производят мосты. И конструкции для многих известных украинских мостов, в том числе для Шулявского моста в Киеве, были произведены именно здесь. «Самые известные киевские мосты – Владимирская горка, Шулявский мостовой переход, Подольско-Воскресенский мост – они изготавливаются конкретно в этих цехах. В соседних готовятся детали, передаются сюда и собираются вот в таких условиях нашими украинскими корабелами. Корабелы стали мостостроителями. Но, кстати, строить мост гораздо сложнее, чем судно. Нормы допуска жестче. Поэтому пришлось дополнительно квалифицировать людей, стандартизировать процессы, провести их аудит и пройти квалификацию. И мы изготавливаем мосты». «Это секции для пешеходного моста в Полтаве. Здесь всего лишь 60 тонн. В самые короткие сроки были изготовлены. Вот именно подобные мосты через реки в Западной Украине, которые были разрушены, завод готов и может делать по себестоимости в ближайшее время». Раньше собственником завода был российский олигарх Игорь Юсуфов. И за время своего пребывания на заводе, за несколько лет, он искусственно сгенерировал огромные долги и довел завод «Океан» до банкротства. Причем еще интересный вопрос, зачем он это сделал. То есть есть версия, что он действовал просто из корыстных побуждений, чтобы заработать деньги. Но также есть версия, что он делал это специально, именно в интересах российских производителей. То есть убивал украинское стратегическое предприятие, чтобы убить конкурента. Чтобы позволить российским производителям захватить весь рынок. И вот сейчас, по словам нынешних владельцев завода «Океан», люди, связанные с Юсуфовым, снова атакуют этот завод и пытаются всячески парализовать его работу. То есть фактически продолжают дело, начатое еще в 2000-х годах. Судостроительный завод «Океан» – это уникальное предприятие. Прежде всего, это судостроительный завод, построенный в послевоенное время. Потому что существующие на территории Украины судостроительные заводы – это все заводы, которые создавались в XIX веке. В этом уникальность в том, что судостроительный завод «Океан» был построен по современным технологиям строительства судов. Эти технологии актуальны и сегодня в судостроительном производстве. И в 2001 году, на самом деле, тогдашний президент Украины Кучма гордился показательной приватизацией государственного предприятия, крупного промышленного предприятия. На открытом приватизационном конкурсе судостроительный завод «Океан» приобрела крупная голландская компания «Даммэн Шепьярт». Это крупный судостроительный концерн. Это были успешные годы работы завода. До 2005-2006 года, за 5-6 лет, голландцы владели заводом, построили их украинцы. Несколько десятков полнокомплектных судов, несколько десятков корпусов. Так случилось, что с ликвидацией свободной экономической зоны, которая существовала на территории завода, голландцы приняли решение уйти с Украины как компания, как бизнес. Продали этот завод норвежской компании «Акер». Она тоже достаточно успешно работала. Она строила только корпуса, поскольку в отсутствие свободной экономической зоны по существующему тогда законодательству строить полнокомплектные суда было совершенно экономически инициативнообразно. Голландцы размещали заказы на корпуса, потом их буксировали к себе на родину. Там занимались полнокомплектной сборкой. Так случилось, что в 2008 году, то ли на фоне экономического кризиса, то ли еще каких-то обстоятельств, ценой определенных серьезных финансовых махинаций, это подтверждают документы, различные европейские суды, владельцем этого завода стал российский олигарх, миллиардер, господин Иисуфов Игорь Ханукович. Это тяжелая черная страница в истории этого завода. С 2008 года по конец 2011 года, буквально за три года, с завода были вымыты все активы, созданы колоссальные кредиторские задолженности, зарплата нескольких тысяч николаевских судостроителей, работников завода составляла 6-месячную задолженность. Завод находился практически в глубокой неплатежеспособности. В частности, 65 миллионов евро была создана, искусственно создана кредиторская задолженность перед офшорами, офшорными компаниями Иисуфово и порядка 400 миллионов гривен на внутреннем рынке перед контрагентами. По курсу на тот период 8, это порядка 50 миллионов долларов, была создана кредиторская задолженность на внутреннем рынке, включая и заработную плату многотысячному персоналу. Голландцы приватизировали завод, на предприятии работало около 8 тысяч человек, русские приняли в собственность завод, работало 3,5-4 тысячи, ну на 2011 год где-то около 2 тысяч человек. Скажем таким образом, что при наличии такой кредиторской задолженности этот завод был обречен на гибель. Говоря юридическим языком, этот завод был доведен до глубочайшего банкротства. И в 2011 году хозяйственный суд Николаевской области объявил завод банкротом. Моя история на заводе начинается с декабря 2018 года. На открытых торгах, как существенный элемент банкротства завода путем его ликвидации, имущественный комплекс завода я приобрел на открытых торгах. К слову о цене. Я приобрел имущественный комплекс за 122 миллиона. Конкурс был открытый, публичный, в несколько этапов. Каждый желающий мог прийти и поучаствовать в конкурсе, и тоже мог быть победителем этих торгов. Это открытая, публичная процедура, предусмотренная законодательством Украины, где прописана каждая запятая, что и как, зачем делается. 122 миллиона по существующему на тот момент курсу, это 4,5 миллиона американских долларов. Мне говорят, что вы приобрели завод за бесценок. Я приобрел разворованный, практически уничтоженный завод, без единого инженера, без единого квалифицированного сварщика. Отсутствие всяких, так сказать, инженерных служб и тому подобное. Отдельному оборудованию десятки лет не делались ремонты. Что купили голландцы в 2001 году? Они купили завод, на котором работало 8 тысяч квалифицированных корабелов. Совершенно новый, хорошо организованный завод. Голландцы купили его на провинционном конкурсе за 5,2 миллиона долларов. Поэтому вот эти манипуляции, они просто неуместны. 5,2 миллиона и 4,5 миллиона долларов, это приблизительно один и тот же порядок. Но вот заводы, их состояние абсолютно разное. Я всегда говорю, подобные заводы, которых загнали в ситуацию глубочайшего банкротства, в цивилизованном мире продают за 1 доллар. Потому что бы этот судостроительный завод «Океан» реально от названия перешел к тому, что он бы по-настоящему стал заводом, конкурентным на европейском, на мировом рынке, туда сегодня, в ближайший год-два нужно влить инвестиции не менее 20 миллионов евро. Говорят, завод стоит 1,5 миллиарда. Это действительно цена, с которой стартовали торги. Но кто знаком с процедурой банкротства, тот абсолютно меня поймет, что 1,5 миллиарда гривен – это не стоимость завода, это стоимость его имущественного комплекса. Это сумма кредиторских требований, утвержденных хозяйственным судом. Сумма кредиторских требований – это ни в коем случае не стоимость завода. Стоимость завода на публичных торгах определяет торги, спрос и предложения. За годы 8-11 Юсуфов и его команда вывели с «Океана» все активы. Как, например, пример делался. Будучи членом управления «Газпрома», господин Юсуфов брал заказы «Газпрома» и располагал их на заводе «Океан». Строительство заказа финансировалось с офшорной компанией «Юсуфовым». Готовое судно передавалось «Газпрому», но деньги приходили не на соустрительный завод «Океан». Деньги приходили в специально созданную компанию «Океанфинанс», зарегистрированную в городе Москве. На завод шли крохи для поддержания производства на самом мизере и формирования искусственно создаваемой задолженности. Перед офшорами ничего не гасили, а им должны. Как только в 2015 году началась активизация процедуры банкротства, и в 2016 году, буквально за неделю, за несколько недель до начала процедуры продажи обанкротившегося предприятия «Океан», была с помощью правоохранительной системы, в частности, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, произведен, по сути дела, рейдерский заклад завода «Океан». Абсолютно незаконно был наложен арест. И что вы думаете? На Востоке идет война с Россией. По бумагам Юсуфова на ответственное хранение передают бывшим менеджерам Юсуфова, которые были в процедуре доведения завода до банкротства. А можете их назвать? Господин Шумилов, гражданин Украины. На момент доведения до банкротства был президентом завода «Океан». Морозов, вице-президент в этой же команде. На момент доведения, это наш местный, Николаевский. Ни стыда, ни совести. И можно многих людей перечислять. Это не так уж много, это несколько человек на самом деле. Это топ-менеджмент Юсуфова, который довел этот завод до банкротства. И вот в 2016 году украинцы гибнут на Восточном фронте. А завод передается менеджерам Юсуфова, российского олигарха. А как передается? Что значит передается менеджерам? Арестовали и отдают на ответственное хранение. У них какая-то компания? Да, «Океан Сударемонт». Компания Юсуфова. А почему именно им? А это вы спросите у сотрудников генеральной прокуратуры. Можно спросить и у генерального прокурора этого периода, Юрия Витальевича Луценко. Так называемого народного прокурора. У меня очень большое желание в жизни посмотреть ему в глаза. Ведь на тот момент он, по сути дела, стал завод русским. И продолжали его уничтожать. На каком-то этапе произошло прозрение. И у рядовых прокуроров, и у генерального прокурора. Когда с завода «Океан» начали тысячами тонн вывозиться металлопрокат. Есть документ, вы только вдумайтесь. Договор, договор на ответственное сберегание с правом реализации. Всю эту группу менеджеров Игнатова, Юсуф возглавляет некий гражданин Украины Игнатов. Человек с известной биографией. Человек организованной группировки, капитошки, получивший по приговору Святошинского суда 6-7,5 лет за участие в банде. То есть он официально судим? Он официально судим. Он сегодня, сегодня находится под судимым в антикоррупционном суде за хищение 42 миллионов государственных средств. Очень креативная личность. Я бы сказал, талантливая личность. Нашли этого человека. Он возглавил всю эту группу. И пошел дерибан этого завода. Вот когда я добился, наконец-то, до рядового следователя генпрокуратуры и на стол положил документы, которые свидетельствуют о том, что завод «Океан» превращен в контрабандный порт, когда суда вообще не фиксируется ни в таможне, ни в пограничной службе, а занимается экспортом, контрабандным экспортом в Украину. Когда тысячами тонн официально по договорам, вот я бы сказал, договор сберегания с правом реализации, вывозится металлопрокат, даже не металлолом, металлопрокат с завода. И это все документально. Только тогда в генеральной прокуратуре спохватились и поняли, что их, извините меня, как потом мне объяснили ответственные работники генеральной прокуратуры, нас поиспользовали. Значит, сняли аресты, удалили команду Юсуфова, предоставили арбитражному управляющему Ирине Ивановне Сербин продолжить выполнять ее функции как арбитражному управляющему в рамках процедуры банкротства. И она была доведена до логического конца путем продажи на открытых публичных торгах. Получается, завод был в частных руках, потом он обанкротился, но торги его выставляло государство, правильно? То есть это государство получило за него деньги? Нет. Государство только контролирует эту процессу через судебную систему. Это публичная процедура. И каждый желающий мог прийти и купить целостный имущественный комплекс. Но смотрите, вот ключевой вопрос, купить у кого? Купить у торгующей организации, которую выбирает по конкурсу арбитражный управляющий. И средства от продажи идут на погашение требований кредиторов. По заявлению опять того же человека Игнатова, который выступает по доверенностям российского олигарха Юсуфова, бывшего владельца. То есть официально? Официально. Генеральная прокуратура, не проверяя данные, показания этого человека. А в основном лежит в следующем, что во время аукциона Яков Ацина создал преступную группировку. Убедил нотариуса без договора купли-продажи, который является элементом публичного аукциона. Без перечисления денег торгующей организации за имущественный комплекс. Убедил нотариуса переоформить это имущество мне в частную собственность. Большего бреда не придумаешь. Это информация, которая проверяется в течение часа. Вот договор, вот банковские переводы, вот дальше что делало. Людям выплачивают зарплату и так далее. Что делает прокурор? Прокурор не проверяет этой информации, заведомо неправдивый. Без вызова сторон меня, собственника, подает клопотанием Печерский суд. Самый справедливый в Украине Печерский суд, без всяких перепроверок, накладывает арест. Это произошло 13 января 2019 года. Я практически больше года, 14 месяцев, завод находится в моей собственности. За этот период мной, как собственником и командой, которую я привлю к возрождению завода, проделана колоссальнейшая работа. Мы создали 700 рабочих мест, постоянных рабочих мест. Создана инженерная группа. Приглашены из-за границы наши украинские инженеры на работу на родину. Это непростая задача. Более 300 человек мы вернулись с верфей Польши и Румынии домой на родину, в Украину, в Николаево. На момент ареста завод имел 6 иностранных заказов. Один уже был в производстве, с выставленным аккредитивом. Пять были на выходе, на подписании. Мы вышли на старт. Возрождение украинского завода. Исключительно важного для экономики государства. Но я повторяю, это частный завод, предлежащий мне на правах частной собственности. С арестованным предприятием ни один здравый бизнес сотрудничать не будет. И мы получили сразу серьезные удары. В течение нескольких дней пять контрактов были прерваны. То есть вы думаете, это делалось даже не с целью завладеть заводом, а просто с целью... Сегодня заводом уже никто не завладеет. Его собственником является украинский гражданин, Капацин Василий Николаевич. Отмотать эту ситуацию назад, это сложный, есть юридически возможный, но это практически... За это никто не возьмется. Задача одна. Не дать возможности этому предприятию работать, не дать возможности ему возрождаться, лишить его всяких перспектив, обнулить его репутацию. Кто? Это же понятная вещь. Завод арестован. Какая может быть репутация? Как вы считаете, прокуратура находится в сговоре с этими россиянами? То есть в нашей прокуратуре заплатили, или они не ведают, что творят? Вот ваше мнение. Я глубоко убежден в том, что может быть есть и негодяи, которые продались. А вот взгляд, я же все-таки общаюсь и так далее, я вижу, что не ведают, что творят. Их просто в темную используют. Народный депутат Скороход, она обвиняет вас в том, что вы распиливаете завод на металлолом, и писала об этом в своем телеграм-канале, в частности. Насколько правдивы эти обвинения, на чем они основаны, как вы думаете? Я знаком с высказываниями, суждениями народного депутата Скороход. Могу только я единственное сказать, или для начала сказать, что я сожалею, что в украинском парламенте работают столь безответственные люди в качестве депутатов, которых точно так примитивно используют. И у меня всегда, у меня какие-то срабатывают внутри, когда я по отношению к женщине говорю, используют. Но ее реально используют в информационной атаке, очередной информационной атаке. Когда понятная ситуация, что вопрос с арестом подходит к кульминации, поменялись люди в Генеральной прокуратуре, свежий взгляд. Я глубоко убежден, что рано или поздно мы этот арест снимем. Сегодня запускается миф о том, что завод режется на металлолом, и там через два дня останется одно название, завода уже нет. Этот завод разворовали еще 10-5 лет назад. По этому поводу даже есть на заводе копии заявлений милицию о том, что там электропроводку оттуда все вытянули и так далее. Я столкнулся с ситуацией, что когда зашел в пузнечный цех, что около 10 лет там уже никто не работает, все цеха и печи пузнечные, это технологии, которые сегодня не применяются, значит, практически все разворовано. И сегодня попытаться рассказать украинскому народу, что я там уничтожил этот пузнечный цех. Это как минимум манипуляция. Думаю, вы согласитесь, что озвученные факты требуют, как минимум широкой огласки и какой-то реакции, каких-то комментариев со стороны украинского правительства. Потому что получается, мы это видим, в том числе по конкретным документам, что представители российского олигарха, бывшего российского министра, сейчас руками украинских правоохранителей парализуют работу важнейшего украинского завода, то есть фактически стратегического предприятия. И это все происходит прямо во время войны. С одной стороны, у нас оккупация, у нас какие-то переговоры с Россией в том числе идут, а с другой стороны, оказывается, российский олигарх может через каких-то своих подставных людей просто написать заявление в украинскую прокуратуру и тем самым парализовать работу украинского же завода. Я думаю, что однозначно эта ситуация требует вмешательства украинского правительства, то есть нужно, конечно, здесь что-то решить. Ситуация однозначно ненормальная, поэтому я надеюсь, что огласка позволит все-таки привлечь внимание к этой проблеме. Совершенно недопустимо, что такой крупный украинский завод сейчас вот находится в таком состоянии, потому что это влияет, конечно, и на рабочие места, и на налоговое поступление. И здесь украинская власть, безусловно, должна все-таки разобраться, потому что судостроение в Украине должно, конечно же, развиваться и поддерживаться, а не попадать вот в такие ситуации, которые парализуют фактически работу наших производств.